от этих действий, мы получаем то, что мы облицовались с берёчим материалом, и не дай бог, произошло какое-то пожар или возгорание, получим достаточно горючий, опасный объект. Были прецеденты, в том числе и в Украине, когда загорался этот утеплитель, и так далее, и так далее, и так далее. Вот простые примеры, когда, казалось бы, энергоэффективные мероприятия приводят к прямо обратным эффектам. Для того, чтобы мы не наступали на грабли, не допускали подобного, и проводится вначале энергоэффективный энергоудит здания, то есть вырабатывается план действий, что по конкретному зданию надо сделать, какие технологии применить, и какие технологии надо применить в первую очередь для того, чтобы достичь максимального результата. Вполне может быть, что по какому-то из зданий достаточно, это здание там старой постройки, имеет очень толстые стены, и его совершенно не обязательно утеплять снаружи изоляционным материалом достаточно, что в здании будет поменять только окна, и утеплить, возможно, чердак или еще что-то, и мы получим максимальный результат по энергоэффективности. Может быть, прямо противоположная ситуация. Казалось бы, недавно построенный, скажем так, в 70-е годы объект, который снаружи выглядит как достаточно хороший объект, но с точки зрения энергоэффективности показал себя очень плохо. Пример те же наши школы и детские садики, которые, казалось бы, не так давно построены, находятся в относительно хорошем состоянии, но с точки зрения энергопотребления, к сожалению, то, что Ваган Григорьевич озвучивал, да, у них очень плохие показатели. Вот так в те годы было спроектировано это здание. Соответственно, вложение в этот объект надо сделать больше, больше провести мероприятий с точки зрения реконструкции, утепления здания. Надо утеплить стены, надо поменять окна, надо утеплить крышу, заменить, может быть, систему утопления принципиально, где-то ее перестроить для того, чтобы достичь вот того результата, на который мы оцениваем.